2016 год для Центра занятости населения, так и других служб, был тяжелым. Поскольку ситуация на рынке труда остается напряженной, это характеризуется тем, что недостаточно свободных рабочих мест. Ситуацию усугубил кризис, тем самым предприятия повально начали сокращать людей. Хасайюрт является центром крупнейшего сельскохозяйственного региона республики, что определило строительство крупнейших перерабатывающих предприятий легкой и строительной промышленности. По словам Атикад Гасанова, директора Центра занятости населения муниципального образования города Хасайюрт, таким образом потенциал города определялся современными промышленными предприятиями, на которых работала значительная часть трудоспособного населения. До сих пор мы в год направляли до 350-500 человек безработных на профессиональное обучение. Это кратковременные курсы, которые позволяют получать безработному гражданину образование, пользующийся спросом на рынке труда. Мы оплачивали обучение, мы выплачивали стипендию на период обучения, но с прошлого года полностью эта программа закрыта. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Огромный производственный и трудовой потенциал используется в полсилы. Устаревшее производственное оборудование пришло в негодность. Из-за финансовых трудностей многие предприятия простаивают или работают частично. На многих предприятиях и организациях сокращаются работники, которые пополняют ряды безработных. Как отметила Айтикат Гасанова, центр занятости активно работает с федеральным порталом «Работа в России», благодаря которому удалось в отчетном периоде направить для трудоустройства в другие регионы более 200 безработных граждан. Были проведены четыре ярмарки вакансий по телекоммуникабельным технологиям, то есть по скайпу, где безработные напрямую работодателя узнавали об условиях найма на работу, что дает высокий эффект. У нас есть портал «Работа в России», посредством которого любой, кто к нам обращается, может зайти на портал и найти работу в любом регионе. Человек, который ищет работу, он сам уже узнает напрямую у работодателя об условиях работы. Это большой эффект дает, потому что когда с первых уже человек узнает. Очень много обращается, потому что все-таки там лучше с работы. Есть регионы, куда меньше выезжает. Наша молодежь готова туда выехать, лишь бы была работа, подходящая, условия, чтобы устраивали. В настоящее время на учёте состоят 19 человек из числа подростков и получают пособия по безработице. Центром занятости населения в отчётном периоде проводились мероприятия по оказанию профилактических услуг учащимся выпускных классов общеобразовательных учреждений с целью ориентирования учащихся в первую очередь на получение начального профессионального образования, нацелить их на выбор пользующихся спросом на рынке труда. Бурлея Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Польс».